Куда Лукашенко разворачивает Беларусь? Чему он зладил выволочку молодому министру? А так само, что вядома про трагедую у Гродня и калив ранок вечерка, будя продавать свой дорогий годинник? Витаемся, бры! Это наша Нива, и сейчас мы все вам расскажем. Лукашенко наставник, Лукашенко штурмовик, и все это за несколько минут и не поднимающийся с кресла. Сегодня в Палаце Незалежности произошел так званный Республиканский Педсовет, где Лукашенко собрал чиновников и работников розных сфер адукации. Не обышлось и без публичной выволочки. Теперь Лукашенко оттягнулся на молодым министром адукации и ванцы, причем починалось еще довольно спокойно. В результате вашего доклада сложилось впечатление, что вообще нет проблем. Может, даже уже и на Педсоветы собираться не надо. Помню, с давних времен мы проблемы обсуждали на подобных собраниях, но проблем нет. Вот хотелось, как вы это умеете делать, перечислили эти проблемы. Перечислите, чтобы услышала педагогическая общественность. Уважаемый товарищ президент, наверное, одна из важнейших сегодня задач, которая стоит перед нами и в то же время это и вызов для системы образования, это воспитание. Воспитание на всех уровнях учреждения образования настоящего гражданина и патриота. Вторая задача и в то же время тоже проблема. Мы должны говорить об этом достаточно смело. Нам надо возвращать престиж профессии учителя. Тут, правда, хочется спросить, а кем же был разборан престиж профессии наставника? Те не людьми, которые выкрыстовывают наставников, как ресурс для фальсификации выборов и массовок на пропагандистских мероприемствах. Але ладно. Лукашенко, до речи, этот монолог с придыханием от Иванца так само не вель не спадабался. Ну, Андрей Иванович, значит, учителя нет, переборщили с обучением, надо воспитывать. И, ну, согласно последнему тезису, вроде не то готовим, другой нужен человек. Так тогда чем занимается образование и школа? Затым Лукашенко почал потиху разгоняться. Спочатку были ясше некольки саркастышных пытаньев. Наприклад, про школу. Помните, я сказал, что школа – это храм. И переступая порог этого храма, ты должен давать себе отчет. Прежде всего, ученик. Это выполнено поручение. Школьники приходят в школу с трепетом. Понимают они, куда они пришли. Или на перемене дым столбом стоит в туалетах. Учителя они не замечают. И не только на перемене. Ну, а пошля он насыпал Иванцу на полную. Обвиновать уж и министра, что той маулял, малюя идеальные доклады и прыховывая проблемы. Почему я вам задаю эти вопросы? Я хотел почувствовать. На самом деле меня дезинформируют или информируют неправильно по поводу того, что на вас вот эта зараза начала распространяться в виде фальсификации каких-то итогов, докладов, выводов и так далее. Увынеку Иванец отрымал и за недобур студентов на сельской господарчей специальности и за недоход будущих инженеров. Юристы и историки ни электромобиль не создадут, ни атомную станцию не построят. То есть нужны и они. И прежде всего они инженеры. А где они? А вы не сказали, что это проблема. Я просто экспромтом называю то, что болит в стране. То, на что мы обращать внимание должны. Да и шло наводо того, что Лукашенко уже собрался у штурмовых отряд, как оборонять Беларусь, но больше, говоря, нема кому. Якобы вы решили проблему, не только вы, но и другие, в стране по военным специальностям. Страну завтра кто защищать будет? Мы с вами встанем и пойдем. Ну, пойдем. Но много проку от нас будет на фронте. В штурмовых отрядах. Ну, а после он навод несвядомо сказал самую, что не наешь чистую правду. Послухайте сами. Нас, конечно, покажут по телевизору красиво, что мы вот настроены. Возможно, даже министр образования еще раз гвоздь забьет во всех средствах массовой информации. А проблемы то останутся. И проблемы эти от нас с вами. А лишь скончилось все, как заужды, коли Лукашенко выступая без поперки. И он заблукал у неким логичным гущары и пришел, увы, никуда максимально нечеканных высловов. Моглял, чего не хапая у белорусской адукации? Конечно, колгасов. А чего ж я еще? Трудовое воспитание. Вот вы говорите, две тысячи или сколько вы сказали там каких-то у вас клочков земли возле школы. У всех школ есть вот эти пришкольные или как их назвать, приусадебные эти участки. Не у всех. А может быть там в каждой школе, начиная с вузов, может с министерства образования, каждому по колхозу. А затем Лукашенко, який и так уже и помежник, и историк, и войсковец, записал себе ясше и у наставники. Сфера образования для меня важнейшая. Я немножко в ней соображаю, что происходит, поскольку по духу ваш человек, учитель, да и сейчас, будучи президентом, 50% может больше моей работы, это учительство. Я должен видеть, анализировать и учить всю страну, показывать, вот это надо, вот это, вот это. А иногда у нас, как я правительство упрекал, поставишь задачу, проконтролируешь, не сделано, потом идешь сам делаешь. И следом за тобой кто-то идет, в хорошем случае. А лишь, коли откинут жарты, то выник этой нарады сдается таки. Лукашенко добро разумеет, что головная его проблема сегодня, это как выхавать молоть маукливой, покорливой и ясше захавать ее в Беларуси. Тут, до речи, его головный суперник, это час и прогресс, бо любый подлеток, який мая интернет, что дня бачить у своим телефоне иншее житё. Таму молоть и не хочет поступать у сельско-господарчую академию и затем ехать у колгас, а хочет отрымливать некие больш престижные специальности и жить у городе у доброй квартиры, альбо навод у иншей краине. И гэта проблема, до речи, уластивая многим краинам, а не только Беларуси, а лишь у нас я ее выращают, як и все остальные. Прымусам. Ну а скончилось все разважаниями Лукашенко про политику. И он поведомил, что зараз разворачивая Беларусь с Заходу на Усход, и гэта маулял вельми тяжкая праца. А затем неча, кана заговорил про арышту Франции из основальника Телеграма Паула Дурова. Цитата Лукашенко. Я их не осуждаю, яны правильно поступают. Дуровы, не дуровы, виноваты, то иди отказывай. Только до нас на во, что предъявлять претензии, коли мы начинаем себе оборонять такими ж методами. Конец цитаты. Ковалок мяса забил спецслужбиста. История не из Беларуси, а не настолько феерычная, что нельзя пройти мимо. Говорка тут иди про 50-годового полковника ФСБ Максима Яромина, человека с вельми сурьезной биографией. У початку нулевых он ездил на Каукас и навод неудаченение до ликвидации широкого ведомых полевых командиров. У вынеку он дослужился до полковника ФСБ и отрымал посаду начальника отдела по оборотьбе с терроризмом. А лишь 25-го жнивня просто подчас семейной вечеры полковник подавился ковалком мясо. Свояки выкликали медиков, спецслужбиста худко доставили у больницу, а лишь выратывать не смогли. Афицийной причиной смерти стала механичная асфиксия. Атака, другие сутки запар. Россия сегодня ночью протягнула бить по Украине. Знов выкрыстали десятки ракет и дронов Камикадзе. Гэтым разом выбухи прагучали у Крывым Розе, Киеве, Запорожье и Хмельницкой в области. Дадома, что россияне выкрыстали наименьш 80 беспилотников, а так само баллистичные и крылатые ракеты. Загинули як минимум 5-й человек, пошкодженные жилые дамы и крамы. При этом российские дроны-шахеды знов залятали у Беларусь. Мониторинговая группа белорусских аюн поведомляет, что было наименьш 6 таких страшных гостей. Причина гэтый раз белорусская авиация дяжурила у небе всю ночь. Для перехопа беспилотников подымались не шальник за аэродрома Барановичау. Махчыма, один тенекальки дронов сбили, тетые упали сами. Божихары Гомеля поведомили, что сёння у ночи на полдни города чули загадковый моцный выбух. Такая страшная активность россиян з'является помстой. Украинцам за их операцию под Курском. Бо украинцы дейнижуюсь там не просто паспяхова, а вельми паспяхова. Тяпер головно командующий ЗСУ Сырский заявил, что украинская армия заняла уже сотню населенных пунктов у Курской области. У полон трапили коля шасти сотень российских войсковцев. Под контролем украинцев знаходится амаль 1300 километров российской территории. Причим вытеснуть их россияне не могут. И вымушенные сдымать силы зынших керунков. ЗСУ Сырский так само заявил, что российское командование уже перекинуло на Курск близу 30 тысяч солдат и что эта личба только растет. Загадковая гибель беларусов России. Нашего суайчинника знайшли неживым просто у канаве на траще Москва-Петербург. Побач стоял я губустый автомобиль, але что здарылся докладно пакуль не ведома. Особо загинулого так само высветляется, але есть информация, что на руках были шматлики и резанные раны. Подобно, что мужчина отбивався однопадника с ножом, але ж не смог выротоваться. Так само в России загинула беларуская блогерка Люся Назаренко, якая расповедала про моду и стыль, бьюти лайфхаки, вандроуки и робила огляды на разные тековые места в Минску. Жанчина народилась еще в российском Североморску, але давно жила у беларусской столицы, дзе вышла замуж и народила дитя. И вось недавно блогерка поехала на родиму, дзе у яе-ауто улетел бесправник на мотоцикле. Выник сумны, загинули и мотоциклист со своей пассажиркой и Люся Назаренко. Трагедия отбыла еще у Гродни. Там 42-годовая жанчина легла у больницу на операцию по поменьшении стравника. Вядома, что процедуру проводили 21-го жнивня в Гродинской университетской клинице, але праздник и час после хирургичного вмешания пациентка померла. Что стало причиной невядома, а не Министерство охоты здоровья, а не Следующий комитет, а не прокуратура, пока ничего не поведомляли про эту трагедию. Франок Вячорка выставил на аукцион свой скандальный годинник. Нагадаем, что некий час тому на руце у Вячорки зауважили дорогий швейцарский годинник Омегаси Мастер, який каштое от 5 до 9 тысяч доляров, але по словах Франоках это был просто подарунок от здаемага. Але от скандала такие тлумачанья не выратывали. История нарабила шмат шуму и про яеву скосно выказывающе навод Лукашенко. Вячорка заразумел свою помылку и пообяцал выставить годинник на доброчинный аукцион. И теперь поведоми в деталях. По его словах, аукцион пройдет типа час другого марафона солидарности с политвязнями, типа час эстафеты солидарности. Плануется, что это отбудется прос пару месяцев. Вырошили подзарабить, але увы не кутрапили на великие гроши. Сумную историю рассказал портал Онлайнер. 18-годовая белорусская допомагала знаемому своей мати оформить машину и стала так званой вешалкой. Это значит человеком, на якого оформляют документы. За допомогу девушка отримала 450 доляров, які одразу сошли на оплату в учебу у колледжи. Але ж не у забаве почались великые проблемы. Машина, якую оформила на себе девушка, оказалась Теслой за 70 тысяч доляров. И белорусская податковая зацекавилась. А откуда у беспрационной студентки такие гроши? Спочатку спробовали выкрутиться. Мауля у той знайомы закахався у девушек и подарил ей гроши на ауто. Але ж чиновники не поверили. И запотребовали, как студентка заплатила податки, выставивши ее и рахунок у 40 тысяч рублев. У девушки и ее мамы такой суммы не было, и тогда почала капать пеня. А знайомы, які займався той машиной, просто выдали все переписки из них. Жанчины у Роспачи пошли на водоследжих и широ рассказали им всю правду. Але это не допомогло, бо причин заводить криминалку на того знайомого ОСК не знаешли. Белорусские суды так само вырошили, что когда девчина оформила машину и заплатила в тыль сбор, то значит хотя пер сама и отказывая. У вынику гэтой ситуации усе житчо семьи пошло на пера косяк. Студентка праздал гинь, выездная за мяжу, а ее мать, испробующая до махчища справедливости, потратила 4 тысячи на юристов, але засталася ни с чем. Тим часом жанчины мусят заплатить уже 50 тысяч рублей, причем сумма, что дня повелишивается, по-поранейшему капая пеня. Лиса пришла в зоопарк, как поглядеть на тыгра. У Гродинским зоопарку сняли незвычайную наведывальницу. Дикая лиса забегла туда и спокойно шпацеровала по стежках меж вольерами. Причем опошним часом в городах зауважают еще больше-больше диких живелов, тому на всякий выпадок нагадаем. Коли раптом сустрените такого гостя, то не наближайтеся и ни у яким выпадку не спробуйте погладить, типа кормить. Бо окромя небезпеки, что вас покусают, есть и яша одна. Дикие живелы могут быть разносчиками шаленства. А у Минску мяссовых жихароу давяли и до шаленства парады шветлофора. Каля их дома поставили шветлофор с гуком, який час от часу нагадывая, например, як правильно переходить дорогу. При переходе в проекте часы держите ребенка за руку. Выглядая еще гэта якбы корыстна, але есть один момент, на який искардятся люди. Гук у шветлофора працует с шестой годины вечера до шестой ранницы. И увы, не ку, у ночи, коли в улице пустые. Гэта аппарады разносятся на увесь район и просто перешкоджают спаджихарам дамо, что стоять побоч. Вот такие новины Аутурка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте за уваги в комментариях. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустренимся завтра. Субтитры сделал DimaTorzok